Мы находимся сейчас в поселке Струги Красные, рядом со зданием бывшей районной типографии. Так, это что? Газета Струги, редакция газеты Струги. А вот что осталось от вывозки типографии. Она тоже вся облезла. Вот все, что осталось. Все открыто, все разбито. Даже, смотрите, сигнализация сохранилась. У меня даже ключ от своего кабинета сохранился на связке. Но я думаю, а что я буду их брать, потому что наверняка мы не попадем, все закрыто. А вот посмотрите, как здесь все закрыто. Это муниципальное имущество. Туда даже не пройдешь. Наши кабинеты там были. Вот производственные цеха. Вот производственные цеха. Вот это производственные цеха. Вот здесь уже костры жгут. Батареи все сняты. Это все металлолом. Вот это кабинет, в котором я отработала 17 лет. Вот этот линолеум я стелила собственными руками. Хорошо еще линолеум сохранился. Вот эти обои собственными руками клеила. Только подвесные потолки нам делала бригада. Я даже увидела надпись, которую я собственными руками делала. Наспех. Это не объявление, это надпись, что здесь находится бухгалтерия. Вот эти кабинеты, этот, этот бухгалтерия была. И следующий. Вот здесь находились корреспонденты и зав. отделами. Здесь бухгалтерия и кассир. А здесь тоже находились корреспонденты. По-моему, замблигатор. Родные газеты, которые освещают деятельность Единой России. Народная программа за Единую Россию. Турчак молодой и красивый. Красота, красота. Сейчас мы приехали на следующий объект, который подвергается разграблению. Все, что мы видим, это произошло, конечно, не сегодня и не вчера. Это длительные годы происходило. Самый интересный этот объект по себе тем, это ремонтные мастерские бывшей районной сельхозтехники, которую в свое время возглавлял председатель областного собрания депутатов Александр Алексеевич Котов. И думается, что всем сердцем этот человек сейчас должен болеть вот за эти стены. Буквально за этой аллеей, которая передо мной, находится его дом, который он построил, будучи директором вот этого процветающего предприятия. То есть мы находимся от его частного дома сейчас буквально в 100 метрах. И вот что видно стало с этим предприятием? Очень хорошо. Можно посмотреть. Прекрасные ремонтные мастерские. Ничего не осталось. Объекта этого нет. Предприятия этого нет. Ничего нет. Вот это было процветающее предприятие. Чтобы полностью не превратились в пустыни вот такие места, где работали люди и процветающие предприятия были, я считаю, что обязательно нужно неравнодушным людям, которые не боятся идти во власть и противостоять действиям правящей партии, нужно обязательно ставить вопрос на муниципальном, на областном уровне и принимать местные законы о недобросовестных собственниках. И изымать такие объекты из владения, от частников, от акционеров и так далее и тому подобное. И давать им вторую жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова